Дворкович Аркадий Владимирович, член Совета директоров Открытого акционерного общества РЖД, председатель фонда «Сколково», президент Международной шахматной федерации, действительный государственный советник России первого класса. Ранее занимал должность заместителя председателя правительства России. Аркадий Дворкович родился 26 марта 1972 года в городе Москва. Появился на свет в семье знаменитого шахматного гроссмейстера Владимира Яковлевича Дворковича и инженера-проектировщика Галины Львовны. Он стал младшим ребенком в семье. Старшим являлся Михаил, впоследствии ставший успешным предпринимателем. С самого детства Аркадий проявлял интерес к точным наукам, так как отец-шахматист учил своих детей с рождения логически мыслить и продумывать свои действия на несколько шагов вперед. Чтобы развить в сыне аналитические способности, родители отдали его учиться в специализированную физико-математическую школу номер 444 родного города с углубленным изучением математики и пригладной математики. После окончания школы поступил на экономический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова по специальности экономическая кибернетика. Параллельно с обучением в университете Дворкович окончил российскую экономическую школу, получив диплом магистра экономики. После чего Аркадий Владимирович переехал в Северную Каролину, где продолжил обучение в американском университете Дьюка. Биография Аркадия Дворковича после окончания вуза беспрерывно связана с экономическим развитием Российской Федерации. Став дипломированным экономистом, он начал свою трудовую карьеру в Министерстве финансов, куда его взяли на должность консультанта экономической экспертной группы. За короткое время Аркадию Владимировичу удалось доказать свои высокие профессиональные навыки и занять пост генерального директора и научного руководителя группы. На тот момент Дворкович занимался прогнозированием бюджетных доходов, оказывая помощь департаменту макроэкономической политики Министерства финансов, а также принимал активное участие в переговорах с Международным валютным фондом. В 2000 году Аркадий перешел на работу в Центр экономических развитий, став экспертом Центра стратегических разработок. Занимался разработкой бюджетной и налоговой политики. Буквально через полгода Дворкович получил должность советника, получившего тогда портфель министра Минэкономразвития и торговли России Германа Грека, а в 2001 году стал его заместителем. В Министерстве экономического развития дальновидный экономист курировал Департамент финансов и макроэкономического анализа, а также Банковский отдел в управлении инвестиционной политики. За проявление профессионализма на занимаемом посту Аркадию Владимировичу в 2004 году присвоен классный чин действительный государственный советник Российской Федерации первого класса, а также он назначен главой экспертного управления президента России, которым он управлял до 2008 года включительно. После того, как в 2008 году пост главы России занял Дмитрий Медведев, Дворкович был назначен его помощником. Наряду с работой в правительстве с 2007 года Аркадий Владимирович являлся вице-президентом Российской Шахматной Федерации, занимаясь вопросами развития детских шахмат в стране и экономического обеспечения данного процесса. Но в 2009 году он был вынужден подать в отставку с должности вице-президента, так как президент Российской Федерации выступил против совмещения государственных должностей с постами в спортивных федерациях. В 2009 году политик-экономист был включен в состав рабочей группы по разработке инновационного центра Сколково. После победы Владимира Путина на президентских выборах в 2012 году Дворкович стал вице-премьером Российской Федерации и правой рукой главы Кабинета министров. Данный этап карьеры Аркадия Владимировича связан с экономическим кризисом стране и ведением экономических санкций Запада. Достижения Дворковича на посту вице-премьера сложно переоценить. Он вместе с правительственной командой оперативно находил способ противостоять санкционной войне США и поддерживающими их странами, делая это с пользой для развития отечественного производства. Не все инициируемые им предложения находили поддержку в правительстве, но многие проекты политика экономиста одобрялись главными лицами страны. В июне 2015 года Аркадий Дворкович был назначен на пост председателя Совета директоров РЖД. На этой должности вице-премьер России возглавляет группа профессиональных менеджеров, в компетенцию которых входит разработка долгосрочных стратегических задач одной из крупнейшей транспортной компании мира и аудит железнодорожной монополии. С июля 2015 года он является председателем Совета директоров Российской экономической школы. С 1 сентября 2017 года занимает пост председателя наблюдательного совета Россельхозбанка, сменив на этом посту Александра Ткачева. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 18 мая 2018 года Аркадий Дворкович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя правительства России, после чего он был избран сопредседателем фонда Сколково. На Конгрессе Международной шахматной федерации 4 октября 2018 года Аркадий Дворкович избран новым президентом организации. По итогам голосования победил вице-президента Фиде, Грека Георгия Самакропулуса. Аркадий Дворкович 1 октября 2019 года возглавил Совет директоров WebVentures. Компания входит в группу WebRF, созданной для поддержки высокотехнологических проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Личная жизнь Аркадия Дворковича также успешна, как и его карьера. В 2000 году на заре своего политического взлета экономист женился на лесгинке Зумруд Рустамовой, с которой познакомился в кулуарах правительства Российской Федерации. На тот момент супруга Дворковича занимала пост замминистра имущественных отношений Российской Федерации и по роду службы часто пересекалась с Аркадием Владимировичем. В браке у Дворковича родилось трое сыновей – Павел, Владимир и Денис. Помимо политики и экономики, Аркадий Владимирович увлекается игрой в шахматы и принимает активное участие в шахматной жизни страны, продолжая дело своего отца, умершего в 2005 году. Особое предпочтение он отдает игре в крикшпиль, считающийся самой извращенной формой шахмат, так как во время партии игроки не видят фигуры и ходы друг друга. Кроме шахмат, Аркадий Дворкович посвящает свободное время хоккею, футболу и горным лыжам. Также он уделяет внимание иностранным языкам, поэтому в совершенстве владеет английским и немецким, что позволяет ему свободно вести диалог с западными коллегами.